Скорее всего, между вами и мной сейчас такая температурная пропасть. Вы либо слушаете в какое-то другое время, потому что не так часто бывает, и не во всех регионах бывает такой мороз, вы не представляете, как холодно. Я даже щеками дополнительно вот так вот шевелю, для того, чтобы они не окоченели. Короче, про пробусь хотел поговорить. Ага, вот я около градусника. Ну чего? Минус 26. Охренеть. Я вам скажу, ребят, это просто офигеть. Когда только-только начинал путь свой блогерский, я упоминал про алкашку, там чуть-чуть было про веганство в начале, потом уже было и сыроедение, и дальше пошло. Каждый раз, открывая для себя какой-то новый аспект реальности, я обнаруживал, как увеличивается пропасть между теми, кто уже осознал тот аспект информации, и теми, кто еще пока нет. Я помню разговоры, ты не пьешь? Уууу, а как ты развлекаешься? Между нами была пропасть. Вообще, непонимание полнейшее. Человек смотрит в убор тебе в глаза и говорит, как, как, как не пить? Это вообще возможно. Сейчас, когда прошло уже больше десяти лет, для меня это тупо, бред, идиотия какая-то. Буквально вчера какой-то отрывок смотрел из фильма, и там главный герой курил сигарету. Я уже так отвык от сигарет, вот этих вот обычных, да, в кино, что-то все как-то меньше их танчить или показывать, и я смотрю и думаю, блин, как это смотрится нелепо, как придурок какой-то стоит с сигаретой. Вообще, это так тупо выглядит просто. То есть, просто программа, да, ментальная. Раньше смотрелось как-то даже круто, хотелось так же с сигаретой. Потом были следующие этапы, и на каждом этапе я чувствовал, как увеличивается пропасть между теми, кто вообще-вообще в самом начале, и теми, кто сделал какие-то шаги в познании. И, разумеется, когда ты идешь очень уверенно и далеко, тебе попадаются люди, которые находятся на настолько начальном этапе познания, что даже пропадает желание говорить просто потому, что ты будешь абсолютно не понят. Предположим, недавно для себя был мною раскрыт аспект сна, да, сколько нужно спать на самом деле, и нужно ли спать вообще. Ну, предположим, такую концепцию, что человек может жить без сна, и не то, чтобы он даже может, а должен жить без сна. То есть, это его естественное состояние, и его сон – это просто результат на таксиме. Что, если так? И вот представьте, ты говоришь человеку подобные вещи, тому, кто на начальном этапе, да, что, допустим, там, не знаю, про веганство только услышал, или там, про алкогашку что-то, или то, что в политике может быть какая-то ложь, там, в экономике, или какие-то там еще темы интересные такие, да, про землю, допустим, да, форму. И ты говоришь такое. Я помню, когда периодически мне скидывают ролики, где записывают про меня всякую обратную связь, да куда там дошел этот придурок, у него, значит, вакцинация вред, врачи все идиоты, и перечисляет. И я вот сейчас смотрю и думаю, информация уже устарела. Сильно устарела, надо добавлять. Можно жить без сна, скоро будет, можно жить без воздуха. Шутки шутками, а, скажем так, вопрос с дыханием тоже не решен. Когда ты недалеко ушел, тебе как-то не влом, ты чувствуешь какую-то внутреннюю мотивацию помочь ближнему, да, потому что он реально недалеко от тебя. Ты перестал пить, а он еще пока нет. Он как бы ближний для тебя. Но когда ты не пьешь десятки лет, он для тебя уже даже не то, чтобы не ближний, он для тебя просто какой-то дегенерат. И причем я сейчас не оскорбляю, а я как бы диагнозы перечисляю. Уже нет возможности даже и желания какого-то, и способа, наверное, помочь этому самому ближнему, потому что он просто будет глух. Вот, стучу по дереву. Возможно, решение может быть следующим. Это людей же много, и каждый находится на своей ступени. Это не пытаться объяснить тем, кто находится на начальной ступени, а объяснять ближним. И они уже по цепочке будут делать то же самое, объяснять своим ближним. И так, шаг за шагом, ступенька за ступенькой, все все узнают. Потому что у меня прямо сейчас вообще ноль эмоций, ноль желаний, скажем, включать камеру и записывать ролик про вред алкоголя. Ну, как минимум, я это уже сделал сотни раз. Как минимум, уже было написано тысячи постов, сказано десятки тысяч слов на эту тему. Ну, просто тупо повторять одно и то же, это просто уже как-то бредово. Ты уже просто не можешь это делать. И ты как-то отпускаешь это. Чем дальше заходишь, тем меньше людей вокруг тебя. Потому что забраться туда не так уж и просто. Это нужно пройти через все эти программы. Нужно признать глупость. А ведь это нужно быть очень смелым человеком, чтобы признать, что ты всю жизнь был глупцом. И самое интересное, что большинство из нас начинает абсолютно одинаковый путь. Плюс-минус, да? Формирование происходит с самого детства. Окружение. Это фраза какая-то, сказанная родителям, программированным. И эта фраза устанавливается внутри ребенка, как код, который из года в год работает. Такие автоматизмы. И человек, находясь в роботизированной системе, а она такая у нас, он врастает роботом не иначе. Потому что все, что мы видим вокруг, оно глушит творческое развитие. В человеке естественное творческое начало. И он просто системный функционер. Винтик системы. Должны произойти какие-то очень экстраординарные события, для того, чтобы данный винтик просто выпал из этой системы. Перестал быть винтиком. Вот это может быть какая-то очень серьезная болезнь, например. Это может быть какой-то очень сильный катаклизм, из-за которого ты, скажем, лишаешься чего-то. И на стыке вот этой вот глобальной проблемы на грани выживания ты в экстренном состоянии ищешь решение экстренно. И мозг прорубает новые нейронные связи для того, чтобы выжить. И ты открываешь для себя интересные решения, которые в корне меняют твою жизнь. Сколько мы знаем случаев, когда человек после каких-то очень серьезных стрессовых ситуаций в корне менял свою жизнь. И даже не смотрел назад. Он как бы сам для себя уже не являлся ближним. То есть он не понимал себя. Как он мог так поступать? Я вам это как блогер говорю. Большинство людей не калибрует свое состояние в хронологическом порядке. Они могут посмотреть свои старые фотографии из альбомов. Ну да, был молодой и все. А блогеры, особенно если они записывают видеоролики десятилетиями, при просмотре себя осознают очень глубоко ментальное состояние, эмоциональное состояние. То, каким ты был. И ты смотришь и понимаешь, это реально другой человек. Поэтому я всем рекомендую быть блогерами. Начинайте прямо сейчас, чтобы через 5-10 лет у вас была возможность оценить масштабы этих перемен. Ну и так вообще другим поможете. Серьезно вам говорю. Чем дальше вы будете заходить в развитие, тем больше у вас будет пропасть между основной массой людей. Ну и, разумеется, встанет остро очень. Встанет вопрос окружения. И для того, чтобы этот вопрос решить, вам нужно будет начать говорить. Это неизбежно. Ой, как холодно. Ну ладно, ребят. Вот такие простые рассуждения на тему пропасти между... между новым тобой и старым тобой. но и окружающими, как частью, как перетрожением тебя. Пусть все будет у вас хорошо. Желаю вам, как обычно, хорошего дня. Пусть все ваши мечтания забываются. Мечтайте о прекрасном. Мечтайте о классном. Мир невероятно дружественная среда и всегда дает то, что ты хочешь. Вот, поэтому в том числе и будьте аккуратны со своими желаниями. Старайтесь как можно меньше проговаривать негатив, потому что может быть и так, что негативная программа с эмоциональным окрасом сработает с большей вероятностью, нежели программа с позитивным намерением, но без такого сильного эмоционального вовлечения. Вот, поэтому увлекайтесь эмоционально в позитивное, а в негативное вообще не увлекайтесь просто. Пусть оно идет, протекает мимо вашего прекрасного мира. Вот, ну ладно, ребят, давайте. Всего самого. Ой, как обычно, лайк, подписка. Ух ты! Прикольно. Я выдыхаю, у меня микрофон покрылся инием. Замерз. Классно. Все, давайте, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok